Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас на повестке дня вопрос. Одобрили кредит в ОТП банке, что это значит и как получить кредит. На самом деле это такое распространенное рекламное предложение. То есть такая уловка многих банков, которая побуждает клиента обратиться именно за кредитом. Потому что ну так живете вы, текущие какие-то проблемы решаете, а тут раз вам приходит такое сообщение, вроде как деньги маячат на горизонте. Ну и тот на это клюет, действительно отправляется в банк. Ну а там ему говорят заполните заявку, пожалуйста, ожидайте. То есть в общем порядке по сути они также заполняют заявку и также как и все ожидают кредита. То есть могут дать, могут не дать. То есть если вам это предложение прислали, это не значит, что вам дадут этот кредит. Это первое. Это даже не предварительный договор. Это всего лишь рекламное сообщение. Но единственный плюс здесь какой, что когда вы получаете предварительное одобрение, вы можете получить от банка какие-то преференции. Например, небольшую скидку по процентной ставке. То есть обычно это для пенсионных и зарплатных клиентов. Вот кстати в ОТП банке это актуально. Поэтому вы получите в итоге процентную ставку чуть-чуть пониже, чем если бы вы обращались за кредитом наличными в общем порядке. Поэтому если вам нужен кредит, то такого рода сообщения не игнорируйте. То есть зашли в интернет банк, увидели, что вам там одобрен кредит. Вы щелкаете по этому сообщению, заполняете заявку, потому что этого не избежать. Ты не знаешь, что вам предложили, вы сразу побежали за деньгами, или там карту свою предоставляете, или вам предоставляют уже с деньгами. Нет, этого не будет. Сначала нужно отправить заявку, заполнив все пункты. Потом нужно дождаться, когда система осуществит скоринг автоматически. Это может занять некоторое время, смотря что за кредит. И после этого уже вам сообщат о том, что ваша заявка одобрена. И вот тогда уже можно будет, соответственно, рассчитывать на получение денег. До этого момента никто вам ничего не обещает. Хотя вот из этого сообщения можно понять, что вот уже деньги вам упали с неба. Нет, конечно. Ну и какие здесь условия предлагаются? Такие самые привлекательные вот ТП банки. Это вот от 5,5% как раз ставка, возможно, по индивидуальному предложению. Срок до 5 лет и сумма до 3 миллионов рублей. Если посмотреть на прочие условия, то они не особо отличаются от тех, которые в других банках предлагают. То есть, как бы, у ТП банк здесь сильно не выделяется. Нельзя сказать, что там где-то у них там огромное преимущество. Хотя в мелочах некоторые преимущества все-таки есть. Например, сумма кредита минимальная от 15 тысяч. В других банках вы посмотрите, например, от 100 тысяч, где-то и даже и больше. А здесь от 15, то есть можно даже небольшой, по нашим современным меркам, микрокредит получить без особых проблем. Требования к заемщику. Здесь градация есть до миллиона рублей и от миллиона до трех миллионов. Ну это опять же по разным категориям кредитных продуктов. Ну и здесь тоже ничего особенного нет. Все вполне себе в допустимых пределах. Так же и по документам. Чем больше сумма, тем, соответственно, больше документов. И для разных категорий они свои будут. Так что могу вам сказать точно. То есть, никто вам денег не обещает. Если вы получили такое предложение, его можно расценивать всего лишь как рекламу, по сути. Если у вас вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго.